Просто лучшее, блядь, что придумало это человечество. Шлем стоит порядка, там, двух тысяч долларов. Никуда не ездит и никуда не пытается съебаться. Вряд ли, блядь, пиндосы стали бы делать то, что не работает, блядь. Всех приветствую, друзья. Сегодня у нас на обзоре шлема от компании Opscore. Данными шлемами пользуются практически все спецподразделения мира. В том числе и ЦСН ФСБ. А и В. Конкретно этими шлемами, ну, чаще всего, все равно пользуются это зеленые береты Соединенных Штатов и морские котики. Сегодня мы разберем два одних из самых популярных шлемов. Также мы разберем панели, которые крепятся к этим шлемам, чтобы держать пулю 7.62. Поговорим про противовесы, как это все устанавливается, правильно устанавливается. Про их маячки, достаточно дорогие, но, блядь, очень крутые. Это будет большой обзор, посвященный шлемам спецназа США. Ну, и не только США, и нашему, конечно, потому что наши, как я уже сказал, тоже пользуются этими шлемами, и они просто реально очень кайфовы. Посмотрим со всех сторон, посмотрим все косячки, рассмотрим поближе и сделайте вывод сами. Перед тем, как мы начнем, прошу вас всех подписаться на канал. Обязательно подпишитесь на Телеграм, ссылка будет в описании. Там я постоянно на связи, там я даю анонс, отвечаю на ваши вопросы. И не забудьте написать комментарий. А конкретно вопрос будет вот в чем. Как вы относитесь к спецназу армии США? Потому что очень много говорят о том, что вот, армия США, да там, блядь, что это такое, это не противник. Друзья, давайте будем объективными. По факту, это серьезный противник, это армия номер один в мире, кто бы как к этому не относился, как бы это было бы там плохо, там для нас, да, типа, как бы звучало бы, но это факт, друзья. Это факт, армия США номер один в мире, поэтому с этим нужно смириться и стремиться к тому, чтобы быть номер один в мире. Нужно к этому стремиться. Так-то, ответьте на вопрос, как вы относитесь к армии США в целом и к спецназу армии США. Итак, переходим к делу. Сначала мы закроем вопрос по навесному оборудованию. Я вам покажу, что ставится, как этим пользоваться и так далее. Чаще всего устанавливается прибор ночного видения. Конкретно у меня здесь стоит ПВС-14, но сейчас, в 2023 году, спецназ использует четырехглазые ПНВ. Вы, скорее всего, их все видели. Но у нас здесь стоит ПВС-14, в целом он до сих пор актуален, до сих пор рабочий прибор ночного видения. К нему никаких вопросов нет, мы сами им пользуемся и в целом прям вообще классный прибор. Дальше у нас здесь идет и К-маячок, как видимого, так и невидимого спектра. Дальше мы вам покажем его функции. Также устанавливается противовес, чтобы прибор ночного видения не перевешивал вперед и у вас шлем не уходил. Это тоже оригинальный противовес от Opscore. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас находятся вот такие вот металлические пластины. Их можно вытащить, убавить, если нужно, либо же еще добавить. Крепится это все на заднюю часть, либо вы можете прикрепить на велкро. Но на велкро есть шанс того, что он может отвалиться, хотя сидит он достаточно прям крепко. Но на всякий случай, если вы будете переживать, так скажем, за то, что он отвалится, в комплекте есть специальные крепления. Вы сзади здесь откручиваете болт, вставляете эти крепления, продеваете ремешки через эти крепления и также еще дополнительно крепите на велкро. И это точно у вас никуда ничего не отвалится. Сейчас я вам продемонстрирую, как это все сидит на голове. И перейдем уже непосредственно к самим шлемам. Для чего нужен противовес? Поворачиваюсь боком, чтобы вам было понятно. Если вы не используете противовес, когда у вас откинут прибор ночного видения, у вас может произойти вот такая вот вещь. То есть он у вас будет вперед вот так наклонен, и вы не будете ничего видеть. Противовес позволяет вам смотреть прямо и так же, чтобы у вас шлем сидел ровно, как положено. То есть вы смотрите при этом прямо, у вас никуда это вниз ничего не люфтит при движении. Так же и при откидывании. У вас ничего не перевешивает вниз, влево, вправо и так далее. Это было конкретно про противовес. Если люди никогда им не пользовались, не пользовались там приборами ночного видения, кому-то сейчас присылают в гуманитарную помощь. Ну, разные бывают ситуации. Поэтому мы вот внесли ясность, что при работе с прибором ночного видения нужно иметь противовес. Возвращаюсь к ИК-маячку. Его можно крепить не только на шлем, на велкор, который здесь находится, а также есть специальное приспособление, чтобы закрепить его на молли-стропы, то есть на вашем снаряжении. Вы вставляете одну часть сюда и продеваете другую часть вот таким вот образом. Вы это все продели и защелкнули. Это продевается через молли, и ИК-маячок может находиться на вашем снаряжении. Где все это можно купить? Шлема, ИК-маячки, противовесы, очки, тепловизионные приборы, ночные приборы, прицелы, коллиматоры, активные наушники. Короче, все, что связано с военной темой, со снаряжением, с экипировкой, с оптикой. Вообще, короче, все-все-все, это можно купить в магазине 4Range, который нам прислал как раз-таки вот это вот все добро на обзор. И чтобы мы показали вам за это им отдельная благодарность. По промокоду СТРАЖ у вас на продукцию, на всю, что продается в 4Range будет 10% скидка. Пользуйтесь, если вам не нужно, отправьте друзьям 10% скидочки. Я тоже считаю, это достаточно хорошая вещь, особенно если вы закупаете там на подразделение. Такие скидки прям очень помогают, поэтому пользуйтесь. Итак, друзья, переходим к комплекту. Шлем FastSF у нас. В комплекте у нас идет набор подушек под голову, чтобы вы там могли поменять, что у вас как. Дальше идет специальная на iPad, называется, устанавливается под шлем. Она будет держать, значит, вашу затылочную часть. В плане комфорта вот эта штука, это просто улучшение, блядь, что есть, что придумало это человечество. Дальше у нас идет набор из креплений и стяжек для крепления проводов от наушников, приборов ночного видения и так далее. Это тоже все идет в комплекте. Чехол для шлема и здесь у нас находится инструкция, вот в этом отсеке, как его регулировать, как его настраивать, гарантийные обязательства и так далее и тому подобное. Это все находится здесь. Ну и фирменная бирочка OPSCORE, также с описанием, что вообще в принципе еще продает OPSCORE. Рассмотрим поближе теперь шлем. Начнем с рельс. Рельс. Как у нас выглядят и как у нас сидят ровно по кронке рельсы. Раз. И с этой стороны все выполнено ровно. Никаких нигде зазоров нету. Вы все прекрасно знаете, что в китайских шлемах, то есть рельса крепятся напрямую сразу к шлему. Здесь есть специальная прослойка, вот здесь, которая дает небольшое расстояние от непосредственно купола шлема, то есть купол шлема, идет прослойка и только потом уже крепится рельса. Здесь мы видим все подогнано ровно, нигде нету никаких помятостей на шлеме, нету нигде ни прокрасов, каких-то непонятных вот этих вот вещей и так далее и тому подобное. То есть все сделано ровно и все сделано четко. Велкор сидит, все ровно, ну блять, еще было бы здесь неровно. Шлем стоит порядка там 2000 долларов, поэтому понятное дело на нем все будет ровно, четко и так далее. Идеальный шрауд, просто никаких люфтов нету, все выполнено очень хорошо. Здесь это, я так понимаю, сталь, либо какой-то композит. Здесь у нас не пластик, а что-то похож, по крайней мере, на пластик, но видно, что пластик какой-то дорогой, противоударный скорее всего. Подвесная система, здесь у нас крутилка, которую вы крутите и регулируете посадку на голове. Но конкретно у этого шлема Fast SF есть вот такая штука, которую я вам показывал. Вот она, сейчас я вам продемонстрирую, в чем ее прикол. Вы снимаете то, что здесь находится в стоке, берете вот эту насадочку и крепите ее вот таким образом вниз, ровно по срезу. Здесь у вас есть велкра, которая показывает, как она должна сидеть. Прикрепляете ее вот так вот ровненько, и у вас получается вот такая вот затылочная часть, которую просто обволакивает ваш шлем настолько комфортно, что просто я лучшей и комфортной посадки я не встречал просто нигде. Она абсолютно не мешает работать в голове, поднимать ее вверх, влево, вправо как-то крутить. Но при этом она обволакивает вашу голову, зажимает затылочную часть вот с этой стороны. Настолько комфортное ощущение, шлем на голове, как будто его и нету. То есть он легкий, из-за того, что распределена нагрузка по голове, он не чувствуется прям, ну, это обскор, ничего в этом удивительного нету. Эта модель Fast SF стоит подороже, чем модель, которую мы покажем дальше. Но в моем понимании, если вы вдруг, то есть шлема дорогие, сразу говорю, ссылки на них я тоже укажу в описании. Это магазин Forenge, как я уже сказал. Помимо шлемов, вы там можете еще купить все, что вообще угодно. Но если вы думаете приобретать, и у вас есть деньги на такие шлема, потому что они достаточно дорогостоящие, я бы советовал вам приобретать именно вот эту модель Fast SF. Потому что, как сделано здесь подтулейное устройство, вот конкретно вот с этим переходником, как он, в принципе, весь выполнен качественно, ровно. Вот лучший, блядь, шлем. Просто идеальный. Итак, друзья, переходим к другой модели. Это Fast XP. Она более всего распространенная. Китайцы делают с нее кучу реплик. По-любому вы их видели. Именно вот такой форм-фактор. Именно вот такие велкро. И вот такие подвесные. Китайцы их постоянно копируют и так далее. Но здесь, здесь все по-другому. Как вы знаете, я много, кучу разных шлемов перепробовал. Кучу разных шлемов вам показывал и рассказывал. И здесь, вот мы вне кадра обсуждали это, когда разглядывали, как он все сделан. И пришли к такому выводу. Скорее всего, если вдруг, предположим, эти шлема тоже делаются в Китае. Если они там делаются, и если будет какой-то косяк, Скорее всего, этого китайца, который, блядь, его делал, Его закатывают в этот же шлем. Потому что настолько все ровно, четко. Нигде нет никаких замятостей. Везде идеальный прокрас. Рельсы сидят идеально ровно. И с левой, и с правой стороны. Шрауд тоже сделан из, либо это сталь, Либо какой-то, значит, алюминиевый сплав. Точно не буду говорить, не знаю. Но сделан тоже качественно. Никаких люфтов нигде нет. Также у нас есть две стандартные подтяжки Для крепления прибора ночного видения. Точнее, для фиксации прибора ночного видения. Вилкружки. Тоже все крепится сюда без проблем. Также и противовес. Все, то есть, однообразно. Но здесь, по моему мнению, более худшая подвесная система. Но, все равно сюда, если вы где-то найдете отдельно от СФ, Также можно сюда закрепить. В принципе, они все однообразны. Но вот конкретно эта подвесная, она не такая комфортная, Как у нас было представлено в первом шлеме. Потому что здесь, значит, в лобной части, У нас совершенно по-другому сделаны вот эти вот подушки. То есть, передняя лобная подушка, которая большая идет, Она сделана здесь по-другому, но и сам шлем стоит подешевле. То есть, где-то раза в полтора он стоит подешевле, чем СФ. Также есть вот такие вот системы, о которых я вам хотел рассказать. Velocity System, значит, с лапой. Идет в комплекте, ну, значит, этот мешочек. Идут у вас в комплекте вот такие вот велкрофиксации. Вы приклеиваете их на шлем и приклеиваете вот таким вот образом вот сюда вот эту панель. Заявлено, что она держит 7,62. Очень много об этом было споров. То, что где-то гуляет видео, что типа он пробивается. Сама вот эта вот часть. Но она работает в комплексе со шлемом. То есть, вот эта часть и сам шлем. И 7,62, то есть обычный. Мы не говорим про бронебой и так далее. 7,62 обычный. Я лично верю в то, что она может действительно остановить. Потому что, ну, вряд ли, блядь, пиндосы стали бы делать то, что не работает, блядь. По креплению и по этой штуке тоже понятно. Отдельно вот эту вещь тоже можно купить. Не обязательно только для обскора. Вы можете ее приобрести и для своего там шлема, и китайского. Она на все шлема, в принципе, подходит. Где ее купить тоже, все это в магазине 4Range. Можете ее приобретать отдельно. Стоит она относительно недорого. Поэтому имейте в виду, тема действительно очень хорошая. В комплекте у нас тут идут, значит, подушки и фиксаторы на рельсы. Сейчас мы сразу проверим, это из комплекта, как они у нас сидят. Сидят достаточно хорошо. Прощелкивает каждую. Сидит хорошо. Никуда не ездит и никуда не пытается съебаться. В целом и неудивительно, потому что, блядь, мы держим в руках шлем, который используют лучшие люди мира. Мира. Я не говорю про США, потому что, как я уже сказал, данными шлемами пользуются и наши спецподразделения, и вообще, в принципе, спецподразделения мира. Ну и чехол в комплекте, и руководство по эксплуатации, гарантийные обязательства и так далее и тому подобное. Как вы видите, здесь, значит, уже комплектация поменьше, менее богатая. Но все, опять же, есть. И подушки есть сменные, либо добавить вам для вашего комфорта. Также есть крепления и так далее и тому подобное. Итак, друзья, в завершении, что хотелось бы сказать. Шлема действительно хорошие. Качество изготовления на высоте, качество подгонки на высоте, качество материалов на высоте. Отсюда и цена такая. Опять же, касаемо изготовления. Вот у данной панели даже чехол, блядь, сделан из софтшелла. Поэтому такие цены и поэтому такое качество. Всем еще раз, друзья, спасибо, что смотрели этот ролик. Отправляйте его друзьям. Пишите свое мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. И еще раз выгрожаю огромную благодарность магазину 4Range, что предоставили данные шлема на обзор, чтобы мы показали людям, рассказали про них, чем пользуются спецподразделения мира и не только спецподразделения. Еще раз всем спасибо. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...